Содержание статьи, Шаросе Гонконг, Великобритания, Великобритания и Китай уже активно тестируют распределенные криптографические технологии для повышения эффективности и надежности пенсионных фондов. Как пенсионеры будут получать свои накопления в криптовалюте и зачем это необходимо, читайте в данном материале. Со в Штатах более распространена частная система выплаты пенсий, в то время как Государственный фонд социального страхования обеспечивает всего треть жителей страны. Среди частных пенсионных планов самым популярным является 401k. Проблема данного плана заключается в том, что не существует единой системы, которая позволяла бы автоматически перевести пенсионный счет в план своего нового работодателя при смене места работы. Согласно подсчетам NBC News за 2017 год, по этой причине только за один год было утеряно 2 триллиона долларов для решения проблемы будет применяться блокчейн. С его помощью будут отслеживаться все пенсионные счеты, в том числе учетные записи бывших работодателей 401k с установленными взносами. Данные пенсионного счета могут быть помещены в защищенную цепочку блоков, доступ к которой может получить владелец счета. Затем эти данные будут предоставлены банку или другому финансовому учреждению для того, чтобы осуществить переход на другой план 401k. Однако существуют проблемы, которые затрудняют использование метода. Самым большим препятствием, с которым сталкиваются основные приложения в пенсионной индустрии, является необходимость полного принятия всеми участниками. Например, блокчейн, который собирает данные для выплат на индивидуальный пенсионный счет обязательно должен быть принят всеми банками системы, иначе схема будет неэффективной. Кроме того, модернизация данных обязательно затронет налоговое управление, которое, в свою очередь, потребует всех хранителей и администраторов пенсионных счетов участвовать в блокчейне. Проделать такую работу крайне сложно и затратно. Россия в сравнении с пенсионными фондами других стран российский является самым крупным по количеству сотрудников на единицу населения, что свидетельствует о недостаточной технологичности фонда. Слишком много сотрудников вынуждены выполнять бумажную работу, которая уже давно должна быть автоматизирована и перенесена в цифровые базы данных. С переходом в цифровой формат возникают проблемы, так как необходимы надежные инструменты хранения данных, в которых исключена возможность подделки документов. Обычные базы данных не подходят для этой задачи, так как они подвержены взлому. Блокчейн взломать крайне сложно, поэтому он стал универсальным инструментом для выполнения финансовых задач. Кром, полный текст читайте на сайте Cryptofans.ru, ссылка на новость доступна в тексте под видео. Субтитры создавал DimaTorzok